Осенью 41-го немецко-фашистские войска перешли в наступление на Москву. Центром политической жизни страны стал тыловой Куйбышев. Рядовые горожане были потрясены. В соседних домах расселяется партийная элита, известные артисты, писатели и композиторы, заводские специалисты. Но самое главное – сотни иностранцев. Они для провинциального города в то время – большая редкость. Посольствам отдавали лучшие старинные особняки в центре города. Жители выселяли, учреждения приводили в дома поскромнее. Так случилось и с музеем Максима Горького. 18 июня 1941 года в доме, где он жил в Куйбышеве, в Самаре, открылся музей. А 22 июня началась война, музей был закрыт. Фонды музея были переданы в Крывеческий музей. И в здании разместилось греческое посольство. За этими дверями решался ход войны. Обсуждались поставки оружия, подписывали важные соглашения. Современная Самара сохраняет отпечатки того времени. Объединить 11 домов, где располагались посольства, в один экскурсионный маршрут смогли студенты Самарского госуниверситета. После такой работы и относиться к своему городу стали по-другому. Позволило больше осознать роль Куйбышева в этой войне. Потому что раньше как-то, ну, запасная столица, ну да, приезжал сюда, театр, заводы. А о том, что здесь были посольства, немногие знают. И действительно Куйбышев сыграл очень большую роль. Уникальный статус «Запасная столица» формально не снят до сих пор. Это то, что отличает Самару от других городов. Экскурсия прошла в рамках проекта «Самара. Запасная столица». Его организаторы – агентство коммуникации «Протон». Телеканал «Самара ГИС» выступает информационным спонсором. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События.